МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю вас в эфире на Виновитевской области у студии Артур Смоляков. Новые технологии и сучасные методы реабилитации инвалидов обмерковывали представники социальных служб в Беларуси в Верхнеадзвинском районе на базе Луначарского психоневрологического дома-интерната. Какие на працовке витебских специалистов зацекавили коллег, ведая Анастасия Навумова. Вера Ивановна стратила своих родных давно, а маль 40 годов тому. Но она не отчувает себя одинокой, тут ее вельме подобается. И свой вольный час она проводит с музыкой. Да я редко когда играю, когда концерты только все. А для себя? А для себя, ну, поиграю, на прогулке. Корабельники, яблочко, теперь это вот, теперь играю этого, цыганочку моя любимая самая. Любимый заняток Веры Ивановны специалисты называют еще музычной терапией, якая, як и любой физичный заняток, часом не меньше, чем медицинские процедуры, допомагая поднять настрой и полепшить самоотчувание. Самая головная, как у жильцов горели в очи, поделилась с нами директор Лунычарского психоневрологичного дома-интерната. Увага сбоку работников и штуденная занятость подопечных допомагает им отчувать себя здоровыми и активными. У минулым годзе, дякуючи постоянным заняткам, два человеки смогли одновить свою деяздольность и вернуться до звычайного життя. У нас 100% занятость, они работают на подсобном хозяйстве, у нас растение водческое, животноводческое, овощеводческая бригада, много бригад. Мы зарабатываем денежки, обеспечиваем себя овощами, обеспечиваем себя молоком. И за эти денежки мы организуем экскурсии, поездки какие-то до наших проживающих. Для них это огромный стимул. Они работают с удовольствием, они потом отдыхают с удовольствием. Это самое главное. Черговая нарада Республиканского методичного совета по пытаниях медицинской и психологической реабилитации инвалидов пришла у Витебской области Невыпадкова. В регионе опошние годы активно укореняются новые формы социального обслуговывания. Очень активно внедряются в домах-интернатах такая форма работы, как сопровождаемое проживание, когда проживающие самостоятельно организуют свой быт, свое проживание, и только один или два специалиста помогают им, присматривают за ними. Невеликая экскурсия по дому-интернату допомогла удельникам посаджения наглядно ознайомиться с запошними реабилитационными методиками. Новые подходы до физической активности продемонстрировал гость Москвы, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Руки вверх, руки вниз, руки вверх. Видите, уже второй раз и уже сконцентрировали внимание. Если мы тренируемся два раза в неделю на протяжении полугода, мы получаем просто замечательные результаты. У Луначарским психоневрологичным доме-интернате представники девяти домов-интернатов в области поделились с коллегами своими методиками реабилитации хворых, как обугульнить новые методичные рекомендации и укоронить их по всех социальным установам нашей республики. Анастасия Новымова, Дмитрий Котов, Новины, Верхнядзвинский район. За утром, 20 червяня, мясцовые улады будут принимать звонки от Жихаров области. На правую совесть выйдут чиновники районных и городских выконкаму, а так само старшиня Витебского областного совета депутата Александра Тясова. Промая линия зим пройдет с 9 до 12 годин по телефону 204260. Код города 80212. У Витебску на пытание Жихаров будет отказывать наместник старшине Витебского гарвы конкама Зинаида Королева. Промый диалог пройдет с 9 до 12 годин по телефоне 363775. Нуморы промых линий райвы конкаму можно доведаться на офицейном сайте Витебского облвы конкама. А сегодня у Витебску уладилась промая телефонная линия с начальником управления жилево-коммунальной господарки облвы конкама. Что хвалю и Жихаров, и я коммунальники выращают их проблемы, ведая Александр Камович. Василий Иванович Жихаров Витебска уже другой год не может домохчиться в решение своей проблемы. Помеж поверхами сносилось шво и после моцных дождей вильгать проникает в квартиру. На заяву уже упрошел отказ, что все будет выправлено до 1 вересня 2014 года. А пошли надея про моя линия у начальника областного ЖКГ. Василий Иванович, адрес свой сказали, мы его поставим на контроль и до, по крайней мере, я думаю, до 1 сентября мы ваш вопрос закроем. А вось наступный звонок от Василя Михайловича, який скарзился на забудженную в улицу, не застался и без нашей уваги. Я сколько ни обращался в городские власти, и к Шерикову, зампредседателю горосполкома, и генеральному директору жилищно-коммунального хозяйства, это как его, Кусареву. Ну, обещают, обещают, а ничего не делают. Ну, мы проконтролируем. До конца месяца улица ваша уберется. На месте мы увидели прибранную в улицу и некольки дворников. На жаль, и такие проблемы часом приходится вращать на взрывни областных уладов. У наших служб, конечно, тоже есть недостатки, хочу сказать. Мы работаем и над качественным составом. С людьми надо, в первую очередь, конечно, разговаривать, понимать их проблемы и стараться решать. Не отфутболиваться, не писать пустых отписок, а все равно мы должны понимать, что все равно этот человек, он вернется к нам. Поэтому надо стараться максимально решать вопросы сразу. Большость вопросов до начальника областного управления жильево-коммунальной господарки – это приватизация. Также актуальные вопросы капитального ремонта домов, квартир и подъездов. Как означалось неодноразово, такие проблемы могут вращаться и на местах, без притягнения уваги областных уладов. Проблемы есть, они остаются. И хотелось бы, чтобы более активно эти проблемы решались на местах. Чтобы людям не приходилось звонить в область, в республику и так далее. Это прямая линия, министерство. Вопросы простые, их надо все решать. Большость граждан сегодня лечить за лепшее – подчекать. И думают, что жильево-коммунальная господарка минавито обвязана вырошить их проблему. Однако не все разумеют, за что отказывают коммунальники, а каким ремонтом повинны займаться сами же хоры. Лепший выход с ситуацией – знайсти компромисс и працевать разом. Александр Камович, Александр Прыставка. Новинный Витебск. Витебские прокуроры подвяли выники деятельности правоохранных органов по борьбе с коррупцией. За пять месяцев бягучего года в области выявлено 127 таких злочинствов. Самые проблемные сферы – сельская господарка и промысловость. Увыходить в этот список – самая система эдукации, ховы здоровья. Сирот резонансных справ основным факты хабарництвам за гроши уладковываются на працу, сдают экзамены, отремливают больничные и проходят автомобильный тахогляд. К сожалению, отмечаю, что не единичный случай выявления фактов коррупции в органах исполнительной власти, в контрольных органах, в правоохранительных органах. Такие факты тоже имеются, получение взяток, за что уже есть и негативные примеры осуждения и привлечения. Мы отмечаем, что в отдельных регионах на протяжении года-двух последних не выявлялись преступления коррупционной направленности. И сегодня этому будет дана оценка и будут соответствующие поручения. Сегодня мы в очередной раз сверим часы и скажем, где же мы что недорабатываем, каким образом необходимо поступить и что нам необходимо сделать в ближайшее время, дабы совершенствоваться. До криминальной отказности за коррупционное злочинство и селита на Витебшине притягнуто 36 службовых особ. Материальная шкода от их незаконных деяний усклала каля 3 миллиарда рублёв. А зараз одним ротком про иншую новину региону. Объединенная коллеги мытных служб у мытного союза пройдет у Витебской области в Веросне. Кировники службы, удержав пятёрки, обмеркуют проблемные пытания взаимодействия ведомств и ожитосления внешней экономической деятельности. Министерство природы и охованного кольного осярода заборонило аматорское рыболовство на заходной двине у района будовництва Витебской ГЭС от плотины до места упадения ракилы Жаснянки. Заборона дейничает до 9-го кроссовика 2017 года. Дубровинский район першим сустракая на белорусской земли у дельников аутопробегу дорогами переможцев с увесь поколению. Аутопробег стартовал 3-го червяня у Волхограде и финишует в Бресте 22-го червяня. Во всех районах Витебской области дейничает заборона на наведывание лесов. В выходные на территории региону прогнозуются короткочасовые опадки и высокая пожарная небеспека застаётся. Державная лесная ахова працует во усмотренном режиме. Футбольный клуб Витебск у черговой гульни национального чемпионата проиграл Борисовскому БАТе с ликом 0-4. Зараз витебляне займают передопошный рядок турнирной таблицы. Тим часом учебно-тренировочные занятки по выявлению хворых на близко-усходне коронавирус пройшли во всех аэропортах Беларуси. В Витебску свою готовность протистоять надзвучайной ситуации продемонстровали служащие аэропорту, супрацовники медицинской допомоги, зонального и областного центров эпидемиологии, гигиены и громадского здоровья. Цель данного мероприятия – оценить взаимодействие, подтвердить готовность служб как медицинских, так и немедицинских по системе взаимоинформирования, выявления, своевременного принятия мер по выявлению изоляции больного организации медицинской помощи. Моя задача как представитель Республиканского центра гигиены и эпидемиологии – это оценить уровень подготовки областных специалистов, областных служб к проведению таких мероприятий, внести какие-либо коррективы при необходимости и оказать консультативно-организационно-методическую помощь. Работники аэропорта денежали по двех схемах в ученню. Если захворивший пассажир находится в самолете, его необходимо экстренно локализовать однших людей, чем при вылете хворого из аэропорта. Если поступила информация от экипажа воздушного судна о наличии на борту больного, соответственно, через органы управления воздушным движением идет сообщение руководству аэропорта, то бишь нам, потом мы сообщаем своим медикам, и наш здравпункт сообщает медицинские, скажем так, органы, городские, областные и по схему взаимодействия. Ну и принимаются соответствующие меры по локализации, в общем, в соответствии с нашими инструкциями больного. Книгу об гоноровых гражданах Новополоцка презентовали в «Нафтограде». Это первое подобное выдание, в яким говорится об житевом шляху людей, которые унесли значную кладу его будовництва и развитие. Звание гоноровых гражданин Новополоцка носит 34 человеки, и их именами названы городские улицы, в их гонор установлены мемориальные дожки. Очень приятно будет видеть эту книгу тем людям, которые вместе работали с нашими почетными гражданами в то время, которые сейчас пересекаются по своей работе, по жизни с этими замечательными людьми. Конечно, многих уже нет и в живых, но память о них тоже будет жить в этой книге. Ну, а молодежи, конечно, нужно знать историю своего города. Это то, что воспитывает чувство патриотизма. На урочистую презентацию выдания собрались ее и авторы, и герои, гоноровые граждане. Книга вышла таражом 120 экземпляров, познайомиться с ее можно в городских библиотеках. В год кем часе один экземпляр будет передать в Национальную библиотеку Беларуси. И на этом выпуск новин завершен, и я с вами развитываюсь. До встречи! У ближайшие сутки по области чекается в облачное с прояснениями на дворье. Местами короткочасовые дожди днем у особных районах Махчима-Навальница. Ветер по внушно-заходни 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 7,12, днем плюс 19,24. У Витебску так само чекается в облачное с прояснениями на дворье. Ночью первоважно без опадков, днем короткочасовый дождь. Температура по ветру ночью плюс 8,10, днем от 21 года 23 градусов со знаком плюс.